Теперь граждане, которые находятся на обсервации и не подчиняются требованиям, установленным Минздравом, будут привлечены к ответственности. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. Наказания предусмотрены и для тех нарушителей, которые сейчас на домашнем карантине. Их, к слову, на сегодня уже свыше 28,5 тысяч. Среди контактных лиц на сегодняшний день находятся в домашнем карантине 28,592 человека. Из них 18,628 человека было выписано требование о соблюдении домашнего карантина. Но на сегодняшний день многие наши граждане соблюдают эти требования карантинных режимов. Но некоторые граждане умудряются нарушить эти требования. Согласно законодательству Кыргызской республики, это о нарушениях, о проступках и уголовного кодекса будут нести ответственность. Так, на сегодня к ответственности привлекли 65 граждан. Из них 36 – за несоблюдение требований санитарно-карантинного режима. Уголовное наказание понесут 10 человек. По ним начато досудебное производство. А еще один житель страны привлечен за нарушение санитарно-карантинных норм и создание опасной ситуации, в том числе заражение. Наказывать стражи порядка будут и тех, кто пренебрегает правилам карантина, находясь в обсервационных центрах. Если ранее сообщалось о попытке побега, то сегодня в инциденте, произошедшем в обсервационном центре Семитей на территории аэропорта Манас, разбираются правоохранительные органы. В обсервации Семитей на территории аэропорта Манас, там находится 432 наших граждан, которые прибыли из российского города Солилецк. Там неподтвержденная информация прошла, что инфицированные, которые находятся в инфекционной больнице, выпускают их в домашний карантин. Те начали проявлять недовольствие, что почему инфицированных отпускают под домашний карантин, а нас держат на сегодняшний день до сих пор здесь в обсервации. По данному факту проводится на данный момент разъяснитель работы совместно с Министерством здравоохранения. Те граждане, которые находятся в обсервации, будут нарушать, не подчиняться требованиям Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел, будут привлечены к ответственности. Выяснилось, что некоторые кафе, рестораны и другие увеселительные заведения, несмотря на режим карантина, продолжают работать, как и прежде. В отношении руководителей таких заведений, как и любых, нарушителей карантинных требований предусмотрены меры ответственности, предупреждают стражи порядка. Айзаду Румбаева, Лукбек Азизбеков, Пирамида.